Реклама Всем привет! Здрасте, здрасте, всем привет! Добрый день, добрый! Да, добрый! Как делишки? Как настроение? В Москве плюс один! Плюс один! Буква С дается мне с трудом! Я вчера и по телефону говорил много, И читал вслух какие-то материалы и так далее Буква С немножко, так сказать, с легким присвистом Ой, это что-то Второй день капы, и я замечаю много интересного Много интересного за собой Ой, какая у меня тачка Санта-Фе у меня последний Вот Да Ну так, неплохая машина Третья меня уже Санта-Фе Мне нравится этот автомобиль Да Привет из Оренбурга Здравствуйте, Оренбург Весело, да Зато весело Не то слово Обхохочешься Обхохочешься Дела нормально, как у вас Ну, язык, да Язык привыкает немножко Но все равно Нет, я когда снимаю капы Я нормально разговариваю Но мне нужно их носить там Порядка 20-22 часов В сутки Тула, привет Кто-то наконец-то попал на эфир Пермь, привет Ну, здрасте Вот и как ты будешь, дядя, ездить Иногда, иногда Вот удивляешься людям Ну, как бы По каким принципам они ездят То есть Там Там кирпич Там кирпич, как бы Да, ему заехать нельзя сюда Там кирпич висит Ну, вот он заехал Да У нас сегодня минус 31 в Магадане Ну, так Ну, так Магадан Собственно говоря Кто бы сомневался Если бы у вас было бы плюс 31 Вот это было бы событие Здрасте, да Слушайте, ну что творится В интернете По поводу завтрашнего Вот этого Митинга По поводу Навального Это просто что-то Я так, знаете Поглядываю Там, знаете Ну, есть некоторые Медийные товарищи Да Которых Ну, что называется Пытают по поводу того Типа А вот вы За кого Типа, как бы И так далее Да Ну, и люди взрослые Адекватные Они, как бы Стараются Ну, так Объяснить Как бы Свою позицию По происходящему Да Ну, чтобы Ну, никого не обидеть Это я могу сказать Как бы, что Ну, дебилы Да, понимаете Мне-то, как бы Похерену Абсолютно Мне Мне, что называется Как сгуся вода Вот А есть люди Деликатные Они дальнобойщиками Не работали Как я Вот И они пытаются И Я обратил внимание Какая агрессия Начинается Среди сторонников Навального В целом Ну Да По отношению К людям Которые Не поддерживают Как бы Да Мотивируя Это Ну У них в ленте Адище Какое-то Ну, то есть Они просто Имбецилы То есть Завтрашним днем Нашей страны Меня единственное Только радует Что их Небольшое Количество Вот И Как бы Это радует Но Печалит Того Что Они Они Агрессивные От них Вони Как бы В целом Да Ну Всегда Больше Да Вот И это Конечно Меня немножко Настораживает И И где-то Печалит Единственное Как бы Да Что я Надеюсь Что Время Ну Вылечит Большинство Из них Вот Вылечит Ну Просто Жизнь Она же Жестокая штука Да Как бы В какой-то момент В какой-то момент Все приходят в себя Все как бы Трезвеют Да Когда сталкиваются С реалиями жизни Когда уже Не папа Мама Там Утром В обед И вечером Пожрать Приготовят Постирают Купят там Новые вещи Дадут там Карманные деньги А вот Когда ты сам Уже должен Да Все это Еще Из-за Родителями Ну Ну В силу Как бы Долго Некого Там Сыновьего Там И так далее Что-то Как бы Еще Родителям Помогать Вот После этого Большинство Конечно Приходит В себя Появляются Дети Там Работа И так далее И так далее Вот Но в целом Я понимаю Что Как бы Ну Агрессивное Меньшинство Всегда Всегда Думает Что От того Что громко И воняет Сильно Они всегда Думают Что их Много Понимаете В чем Дело Ну Ладно Как бы Вот Я лично Не против Я уже Высказал Эту Схему Лечения Тяжелобольных Людей Митинги Штрафы Деньги Фонды На лечение Детей Вот Ради бога Пускай Наша Росгвардия Научилась Деликатно И корректно Работать С такими Пациентами Поэтому Я думаю Что Ну Понимаете В чем Дело То Что Вы Отвечаете Что Вы За Путина Ну Это Как Вы Прикалываетесь Понятно Ну Да Вы Смелый Человек Мой Вам Респект Вот Так Что Вот И Вы Знаете Даже Творческая Интеллигенция Она Разделена Довольно Таки Сильно Есть Прямо Люди Которые Там Ну Нет Я Как бы Не против Но Ты Тогда Или Не снимайся В Картинах Где Деньги Государственные Да Там Министерство Культуры Там Дает И так Далее Или Там Награды Не получай Там Народного Там Артиста Заслуженного И так Далее Их же Тебе Путин Вручает Понимаешь Вот Ну То есть Я считаю Что Если Как бы Ну Вот так Потому что Я вас Презираю Вы Тиран Нет Нет Понимаете В чем Дело Идут Снимаются Награды Получают А потом Потом Понимаете Показушные Стенания Устраивают По поводу Какая У нас Плохая Страна И Какой У нас Страшный Как он Всем Надоел Этот Бункерный Карлик Старый И больной Какой он Старый И больной Весь мир Увидел На крещение Когда наш Президент Залез В холодную Воду Окунулся Перекрестился И вышел И пошел Как ни в чем Не бывало Вот вам Его ответ На его Смертельную Болезнь Старость И так Далее И так Далее Вот и все Поэтому Мое мнение Вот такое Я его высказываю Я его не боюсь Потому что Мне Насрать Вот и все На то Какое Что Вы Об этом Подумаете Ну в смысле Я знаю Что вы Я знаю Что вы Об этом Подумаете Да Вы мои Подписчики И у меня Подписчики Все как говорится Ну адекватные Люди Я этим Очень дорожу И ценю Вас Вот А какие Нибудь Залетные Какие-то там Залетные Товарищи Там Какие-то Которые В моей Истории Сторис Негр Поет Очень хорошую Песню Для вас Специально Напоминаю Зайдите Вот в мои Сторис Историю И посмотрите Там Есть у меня Из Избранного Любимая Вот там Для вас Есть и Пару Куплетов Послушайте Там Большинство Как бы Да Подрост Я С одной Стороны Не Осуждаю Слушайте Я Когда Был Подростком Я Немножко Другой Херней Страдал Да Вот Я Как бы Занимался Спортом Я Был Там Каратистом Меня Интересовали Там Девчонки И так Далее Я Я Не Особо Интересовался Политикой Потом Уже Когда Развалилась Страна Когда Я Столкнулся В Москве С Тем Как Мне Приходится Выживать По большому Счету Студенту Да Я Вдруг Попытался Понять А в чем Причина Почему И вот Я С тех Пор Я Увлекся Политикой Вот Я Увлекся Политикой Потому Что Я Как Понял Что Политикой Надо Интересоваться Чтоб Не Было Как В том Анекдоте Я Еще Раз Расскажу Для Тех Кто Политикой Не Интересуется 42 Год Везут Везут Мирное Население И Маленький Мальчик Сидит У Папа На Руках И Говорит Папа Папа В какой Концлагерь Нас Везут А Он Отвечает Вы можете Интересоваться Политикой Политика Все равно Вас Поимеет Поэтому Как Говорится Если Вас Точно Поимеют Ну То Хотя Начните Разбираться Кто За что И как Вас Имеет Да Привет Знахер Знахер Красавчик Ну Молодец Ну Хорошо Привет 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 Туапсе Привет Да Скороговорку Скажите Пожалуйста Не надо Еще Какую Скороговорку С буквой С Да Не Ребята Не Получится Ну Дайте Мне Какое То Время Ну Капы Второй День Ношу Ну Есть Дефект Речи Я Сам Его Слышу Вот А Мне Еще Придется Какое То Там Интервью Давать Там Еще Чего Там Представляете Какая Умора Будет Я Просто Призываю К тому Что Вы За Своими Детьми Следите На самом деле Ну Чтоб Потом Не Было Ну Как бы Объясняйте Им Какие То Вещи На Своем Примере И так Далее Я Понимаю Что У вас Там Работа Дела Заботы Не Упускайте Своих Детей Старайтесь Им Объяснять Но Вы Понимаете В чем Дело Что Они Как Пластилин Как Глина Сейчас В большинстве Случаев Понимаете Вот Кто-то Хорошо Сказал Говорит Что С этим С этой Удаленкой С этой Удаленкой Мы Говорит Сами Погрузили Огромное Количество Людей В интернет Как бы Ну Привязали К интернету Да И А теперь Как бы Удивляемся Тему Что Они Сейчас Все Пойдут Там 23 Числа Пойдут На митинг Ну Так Потому Что Враги Наши Работают Через Интернет Понимаете Ну Как бы Это же Ну Страшная Вещь Недумающий Человек Как бы Да Но Ему Тяжело В интернете Он Многие Он же Думает Что Там Все Правда Понимаете Хотя Как бы В интернете Правду Найти Очень Тяжело Очень Тяжело Найти Правду Для этого Нужно Очень Много Ковыряться Потом Опять же Так Ну Нужен Какой-то Личный Жизненный Опыт Правильно Вот Ну Для того Что Все же Познается В сравнении Вот Должна Быть Память Какая-то Такая Хорошая И тому Подобное Поэтому Нет Я думаю Что Все Обойдется Все Обойдется Я так Думаю Что Это Будет Очередной Пшик Какой-нибудь Как бы Они Не Старались Это Будет Очередной Пшик Вот Опять Их Зарученьки Белые Там Да Там Пазаком Распихают Там Потом Родители Придут Их Забирать Вот Хотя Хотя Ну Так Для Разнообразия Один раз Хотя бы Сделали бы Как Во Франции С Желтыми Жилетами Или Как В Испании С каталонцами Или Как В США Сплошь и рядом Да Как бы Демонстрантов Подавляют Вот Ну То есть Знаете Резиновые Пули Дубьем Так сказать От души И Связоточивого Газа Не жалеть Понимаете В чем дело Да И я думаю Сразу бы У большинства Знаете Как было бы Как у нас В анекдоте Да ну его нахер Кумы Понимаешь И все Один раз Другое дело Что ведь понятно Что эти политические Педофилы Понимаете Они кого Они детей толкают Ну Не поднимется рука Понимаете У полицейского Там Или там У росгвардейца Ну не поднимется рука На подростка Понимаете Не поднимется Потому что Я говорю Что эти политические Педофилы Такие как Навальный В том числе Да Они их толкают Как бы Ну сознательно На это Потому что Ну покалечат детей Естественно Родители Закусятся Да Как бы Обострятся На это все Вот А то что Они своих детей Как бы пустили Но это как бы Не считается Да Ну то есть Не следили за детьми Вот Поэтому Понятно Что как бы Вот в этом Понимаете Вот для меня В этом вся мерзость Вот как бы И сосредоточена Вот Что Толкают подростков Детей Молодежь У которых Нету Ни опыта Жизненного Ни мозги Еще что называется На место не встали У которых Гормоны бушуют И тому подобное Да Вот такие вот Политические Педофилы Используют Наших детей В своих целях Да То есть как бы Заставляют их делать То что им надо Не детям Детям учиться надо Детям нужен мир И покой Вот На границах И внутри страны Чтобы они получили Хорошее образование Чтобы они нашли себе Нормальную работу И понимаете И как бы Строили свои семьи Сейчас Для этого есть Все условия Есть все условия Если ты хорошо учишься То Найдешь ты хорошую работу Понимаете Найдешь ты хорошую работу Если ты раздолбай И в этой жизни Как бы там Хочешь только кайфовать Ну Нет я просто Я говорю что Вот Я как взрослый человек Сижу как бы Да Я рассуждаю Вот на все это Я много работаю Я много учился Я много работаю В моей жизни Все давалось Вот Никогда мне ничего Вот так вот Как говорится Что называется От папы с мамой Там От дедушек с бабушек От хорошего дяди Не было Я всегда работал Я всегда знал Что я буду Все что я в жизни имею Это будет Заработано кровью И потом Тяжелым трудом Но у меня труд Как бы Который я люблю У меня профессия Которую я учился Десять лет Да И десять лет Я в ней не работал И сейчас Когда я в эту профессию Вернулся Я просто безмерно счастлив Как бы мне тяжело Не было Я понимаю Что десять лет Своей жизни Я потратил не зря Я учился И я этим Зарабатываю Свой хлеб Вот И у меня еще Ко всему прочему Есть узнаваемость И любовь Зрителя Потому что Узнаваемость И любовь Зрителя Это разные вещи Есть люди Которые меня узнают И рады мне Есть люди Которые меня узнают И им все равно Наверное Есть люди Которые Меня узнают И наверное Плюют мне в спину Вот Но я обычно Никогда не оборачиваюсь Поэтому могу Только предполагать Вот И все То есть Десять лет Моей жизни Потрачены были Не зря И то же самое Я пытаюсь Объяснить Молодежи Да все Много работают Все Много работают Ребята Никогда Но вы же взрослые люди Вы же прекрасно понимаете Что никогда Ничего Сверху Само не падает Но Объясните это Своим детям Иначе Иначе Вы их потеряете Просто Объясните Что Хаос в стране Хаос в стране Понимаете Это плохо для всех Прежде всего Для них Потому что Ну достаточно Посмотреть На Окружающие нас Республики По большому счету Там где люди Дети Молодежь Повелась На Что-то подобное И что Для них сейчас Счастье Попасть на Там Какие-то там Заработки В Европе Ну Они 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 не могут Ненормально Получить образование Ненормально найти работу Ничего не могут Потому что Ну В стране Песец Понимаете В одной стране Война В другой стране Война В третьей стране Волнение Там он ходит Народные гуляния Уже там Скоро год Уже как будет Там Там уже выборы Когда закончились Мама дорогая Ну тем не менее И тому подобное Это ненормально Это ненормально Когда будет мир Спокойная И тишина Вот тогда Вот тогда вот Есть возможность Реализоваться Вот и все Да Так что так вот А что касается Митингов Я считаю Что нужно Поднимать штрафы Для участников До 50 тысяч Задерживать Штрафовать А деньги Отправлять На лечение Тяжело больных Людей Вот они сделали Как правильно Смотрите Они 2 процента Стали брать У тех Кто Зарабатывает Больше 5 миллионов Вот Ну помните Да Эту вот Историю Что Путин Предложил Для тех Кто зарабатывает Больше 5 миллионов Не 13 процентов Будет как бы Налог А 15 Ну то есть 2 процента Вот этих От суммы Свыше 5 миллионов Да Вот Ну то есть Грубо говоря Не с 5 миллионов 15 С 5 миллионов 13 процентов Берут Ну как обычно Подоходный налог А вот если ты заработал Допустим Там 6 миллионов Ну вот с миллиона У тебя Возьмут там Там Плюс 2 процента Там лишнее И так далее Вот И это все Направлять На лечение Детей Прекрасно Я Я двумя руками за Я иногда зарабатываю В год там Больше 5 миллионов Я отдам эти деньги Вот прямо Без сожаления Потому что я знаю Что Возможно Эти там Какие-то там Деньги Ну там Спасут Чью-то жизнь Там ребенка То же самое И за Несанкционированные Митинги С организаторов За призывы За участие Вот Брать штрафы И направлять Эти штрафы В фонды Лечения рака Какого-нибудь Там Сложных Там каких-нибудь Генетических заболеваний И так далее Вот Ну как говорится Ну а что Надо пользоваться Случаем Вот И не надо никого бить Надо аккуратненько Под белые рученьки Вот И так далее Потому что вот Начать бить Появится внутреннее сопротивление Хотя вот Для разнообразия Раз надо дать Чтобы они просто понимали Как это бывает Как это бывает В просвещенных Демократических Государствах Той же Франции И Испании Там Еще там где там В США Например Они же даже Как говорится Слезоточивого газа Не нюхали Я вот например Нюхал Я в девяносто третьем году Попал под раздачу Хватанул Хватанул Газа Слезоточивого Это было Что-то с чем-то До сих пор Помню Привет Узбекистан Здрасте Да Что плохого в митинге Ничего Все в митинге Прекрасно Все в митинге Прекрасно Но только я Как бы вот Честно вам скажу Мне начинают Как говорится И ейной Мордой Мне в харю Тычет Мне начинают Тыкать Типа Конституции Там что Имеют право Ребят Имеете право Имеете Но вы не забывайте Что ваша свобода Заканчивается там Где начинается Свобода Других Я не хочу Чтобы у меня Под окнами Устраивали какой-нибудь Песец Понимаете Жгли машины Били стекла И тому подобное Это ваше право Выразить свое Политическое убеждение Договоритесь О времени Месте И так далее И пожалуйста Выходите Выходите Я гуляю С ребенком Я не хочу Попасть в какую-нибудь Неуправляемую толпу Которая ненавидит Путина Идите в жопу Я с ребенком гуляю Мне насрать на вас Мне насрать на Путина Прости господи И так далее Не надо устраивать Пиздец Под моими окнами Мягко выражаясь Фигурально говоря Поэтому Есть правило Договорились О времени Месте Пришли И так далее А если кто-нибудь У вас какой-нибудь Дурак кинет Гранату А? А если бомбу Машину поставят С бомбой Ну не знаю Но есть же люди Есть же враги Которые могут Спровоцировать Это хорошо Если вы погибнете Похоронили И забыли Поплакали А если вы останетесь Инвалидами всю жизнь А? И так далее Вот для этого Для этого Нужно проводить это все Цивилизованно И спокойно Договорились о месте Времени Вам выделили Спокойно Жителей предупредили Охрану Так сказать Порядка общественного Выделили Пожалуйста Приходите Митингуйте Ваше политическое Там Мнение Ради бога Вы можете его высказать Мне не надо Я не хочу Почему вы считаете Что вы имеете Право На выражение Своего Митинга Понимаете А не учитывайте Мнение Людей Которые живут Вокруг этого Гребаного митинга Я не хочу У меня ребенок В это время Будет спать А вы будете там Орать Путин там Уходи Как говорится Да Вот для этого Для этого Во всем мире Придуманы правила Определенные Вот вам место Вот охрана Вот все Начинайте Митингуйте Ради бога Нет Послушайте Но есть террористы Есть террористы Мы же Прекрасно Это прекрасно Понимаем Для них Для них Вы Биомусор Понимаете Взорвать в толпе машину Чтобы было побольше Побольше Жертв Они достигают Своей цели А те Кто вас вывел На митинги Достигают своей Потому что скажут Что это взорвал Путин машину Понимаете И так далее И так далее И пошло Поехало Вот для этого Для этого Говорю что В цивилизованном мире Есть Определенное правило Проведения Митингов И я с ними Совершенно согласен Не Просто понимаете В чем дело Что значит Хватит Завтра Такое Событие Понимаете Сегодня Сегодня Я как человек Медимы Высказываю Своё мнение По этому поводу Ну потому что Моих коллег Пытают Я хочу просто Чтобы Ко мне Никто не приставал Чтобы вы Как бы Да там Все знали Моё мнение По поводу того Что будет происходить Вот и всё Вот и всё У вас мороз? Нет У нас плюс один Я думаю Что будет даже Да плюс По-моему Четырёх Обещали сегодня Очень правильно Говорите Ну и отлично Отлично Нет я Понимаете Слушайте Я говорю С позиции человека Которому 48 лет Который пережил Развал Союза Пережил 90-е Остался в живых Понимаете Нормальный И добился В этой жизни Ну там Чего-то Но добился Понимаете Вот У меня есть опыт У меня есть понимание И так далее И я умный человек Который как бы Понимает вообще Зачем И кому это нужно Вот в чём дело Вот в чём дело И я хочу Может быть Может быть Кого-то это разозлит Может быть Кто-то отпишется Да Может быть Может быть Кто-то задумается Да Может быть Кто-то Может быть Кто-то из родителей Даст послушать Там не знаю Мой опус Там простите Замат Вырвалась Ну потому что Как бы Я уже понимал Что я уже не могу Найти нужного слова Так сказать Да Несмотря на Три высших образования И недюжий интеллект Но я не смог Подобрать нужного слова Словарный запасик Страдает А когда ещё букву С не выговариваешь Нормально То вообще беда Да Так что так Поэтому да Простите Простите За этот За За нецензурное Да 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 Вот и всё Как бы Да А дальше Дальше Ради бога Ради бога Как хотите Решайте сами Потому что я говорю Что каждую секунду Вашей жизни Вы делаете выбор Там туда или сюда Да Просто потом Никого не обвиняйте В том что ваша жизнь Пошла прахом Грубо говоря Вот Потому что каждую секунду Вы делаете выбор И должны делать Своей головой Вот в чём дело Своей головой Потому что вам жить Понимаете И вам жить В этой стране В том числе Мы уже по-моему Хватит Мне кажется Что Россия Уже исчерпала Лимит Лимит революции Гражданских войн И И просто Обычной человеческой крови Хватит Хватит Вот Хватит Весь 19 Практически Больше Да Весь 20 век Практически Мы Занимаемся Хернёй Понимаете А потом Ищем виноватых В том что Почему мы так плохо живём Ну потому что Прадеды Деды И так далее Жили как бы Да Ну где-то война Где-то революция И тому подобное Вот Поэтому давайте Не будем Заниматься ерундой Всё давайте Завтра Завтра всё ещё обсудим Да Завтра всё ещё обсудим Главное Чтобы У вас Не у вас У нас У нас Было Всё хорошо Главное Чтобы мы были здоровы Вот И И желательно счастливы Желательно счастливы Ну Счастье Это такое Знаете Исключительно Субъективная вещь Вы Каждый для себя Решаете В чём счастье Для вас Всё Всех обнял Будьте здоровы И До завтра Пока-пока Субтитры